Недоработки в проектной документации ставят под угрозу завершение строительства новых дорог в этом сезоне. Если основную транспортную артерию от центра окружной столицы до поселка Искатели этим летом успели привести в порядок, то в микрорайонах Кармановка и авиаторов не все так гладко. Ну, для маленьких машин, конечно, это очень неудобно. Ну, а мы на такой-то проедем. Ну, неудобно, естественно. Этот мужчина рассказывает про очередные неудобства в районе улицы Рыбников, которые появились после начала строительства проезжей части на этом участке. Две основные беды России – дураки и дороги опять не дают покоя автомобилистам. Проектировщики этой дороги явно с хорошим чувством юмора и креативной жилкой. Мало того, что бордюры здесь довольно-таки высокие, их высота составляет примерно сантиметров 30 земли, и непонятно, как люди будут выезжать из своих гаражей, так еще и упирается эта дорога в тротуар. Вот она, тонкая грань между пешеходной зоной и проезжей частью. За проектно-сметную документацию по строительству дороги в этом районе отвечает Управление городского хозяйства. До руководства нам дозвониться в течение дня не удалось, начальство все время на рабочих выездах. А господин Александр Гончаров, который курирует ремонтно-строительные работы на участках, принадлежащих мэрии, утверждает, что все проектные документы прошли госэкспертизу, ссылаясь на госстройжилнадзор, в частности, на руководителя инспекции Сергея Вытовтова. На камеру, впрочем, Александр Васильевич то же самое сказать постеснялся. А вот у главного инженера Нарин Марту Римстроя по этому поводу мнение другое. Есть небольшие изменения, не то что недоработки. Допустим, на улице Рыбников дорога проходит между гаражей. Как будут люди выезжать из гаражей, мы не знаем. Также на улице Рыбников стоит опора прямо в теле земляного полотна. Проектом ее вынос, когда я проведу, не предусмотрен. Но мы практически решаем вопросы с ходу, с листа, связанных с институтом и все эти вопросы решаем. То есть, а вот там есть такой еще участок, где, получается, проезжая часть уходит в тротуар. Это так и должно быть? Нет, так не должно быть. Сейчас это находится на согласовании в институте. Мы эту заявку подали два месяца назад. Здесь кое-какие у нас были вопросы. Сейчас эти вопросы решены. Институт нам должен выдать на следующей неделе буквально решение. Изменением проектно-сметной документации по участку дороги в районе улицы Рыбников занимается архангельская фирма «Севтранстрой». Впрочем, это не единственная недоработка. При строительстве дорог постоянно возникают проблемы из-за неучтенных инженерных сетей и различных строений. Так, в микрорайоне авиаторов дорожникам пришлось смещать ось дороги в связи с тем, что одна из тепловых камер оказалась на месте планируемой автобусной остановки. А второе такое сооружение разместилось на проезжей части строящейся дороги. По словам Владимира Низьева, о большинстве недочетов было известно еще в прошлом году. Но городские власти не спешили с доработкой проектной документации. О том, что ошибки проектировщиков тормозят процесс строительства автодорог и требуют дополнительных финансовых вложений, губернатору на очередном оперативном совещании доложил руководитель Наринмар-Доримстроя Владимир Низьев. Глава региона Игорь Кошин ситуацией был крайне возмущен. Заказчики, которые принимают и реализовывают некачественные проекты, должны нести персональную ответственность и полностью взять на себя возникшие дополнительные расходы. Успеют ли дорожники в срок выполнить работы, остается загадкой. Алина Волчейская, Александр Дуркин, Телеканал Север.